И состоялся 29-й межконтинентальный заплыв через пролив Босфор. Среди тех, кто успешно преодолел огромное расстояние, оказался и наш земляк, основатель новосибирского отделения спортивной школы АЛАВС Суперспорт. Егор Егошин у нас в студии. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Заплыв был 30-й, кстати. 30-й? Да, юбилей был. А это уже не первое какое-то достижение спортивное в вашей жизни? Ну да. Да, это не первое. Первое в плавании, такое серьезное. До этого я бегал и, в общем, из таких больших своих вещей, которых я горжусь... Рекорды, скажем, да? Не рекорды, не рекорды, а достижения лага. Достижения, да. Это марафон, который я пробежал в Праге год назад. Сколько? Сколько? Расстояние? Марафон-то дистанция классическая, 42 километра, 195 метров, соответственно, которая преодолевается бегом. В этом году я еще лыжный марафон проехал, это 50 километров. Соответственно, это было международное срывание в Финляндии. Как готовились к заплыву? В бассейне, преимущественно. На самом деле, дистанция боскоровская, она круто звучит, но, благодаря течению, о котором вы говорили, в том числе, я слышал, до того, как я пришел сюда, получается, что сама дистанция чуть короче, и, ну, в общем, классические тренировки в бассейне на скорость, на выносливость, все больше, 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 ну, соответственно, потом ты чувствуешь, что ты, наверное, готов. Вы первый раз участвовали? В Босфории, да. А как вообще решили, что надо? Это очень интересно. Дело в том, что я год назад научился плавать. В смысле? Серьезно? Подождите, Егор. Плавать прям? Да. В смысле, вы до этого не умели плавать? Я до этого, это называется, знаете, держаться на воде. А, вот, врачи. Разве что не тонули, да? Ну, нет, если спросить людей на улице, если ты плавать, половина ответит нет, а половина скажет да. Но на самом деле, если посмотреть, как люди плавают, то это назвать, там, сочинский брас, сочинский кроль. То есть, вот так это держаться на воде, да? Да. Ну, проще говоря, когда лицо в воду не опускаешь, и лицо в воду не погружается, это все... А когда вот так? Ну, это... Так уже лучше, да? Уже лучше. Хорошо, я так уже научился, я запросил. Ну, нас никто не видит, поэтому продолжаем. Да, к сожалению. А может, и к счастью. Ну, вот, и год назад я научился плавать, и проплыл первый раз в тысячу метров, это такое большое достижение для тех, кто не умеет плавать. И подумал, что нужно что-то в себе придумать, чтобы заставлять себя, мотивировать себя регулярно заниматься. Ну, и вот, соответственно, в Новый год я подумал, что, наверное, переплыть Босфор, это такая классная цель, которая заставит меня все-таки полгода системно тренироваться и заниматься. Ну, и, соответственно, я себе на Новый год это пожелал, и, соответственно, вот Босфор для меня это способ научиться плавать на самом деле. Что вы еще не умеете делать? Какие цели впереди сразу? На этот год уже. Лыжи, бег, плавание уже отбойные. Чтобы нам тоже подготовиться, да. Да, я вот думаю тоже. Еще. Без ближайшего, да. Без ближайшего я в Москве хочу марафон пробежать еще раз, это будет в конце сентября. А какой-то новый вид спорта обуздать, нет? Ну, пока не буду. Хочется велосипед, конечно, чтобы потом уже собрать все это вместе в триатлон, но цель это когда ты знаешь где, когда и сколько, а все остальное это мечта. Вот, поэтому так. Две с половиной тысячи участников? Да. Да, в заплыве участвовали. Да, половина из них турки, то есть эти слоты, ну, право участия в заплыве, в гонке, называется слот, соответственно, половина из них распределяется по Турции, где местное население, они причем участвуют в соревнованиях отборочных для того, чтобы заслужить это право. А вторая часть это иностранцы разыгрываются, даже не разыгрывается, это не лотерея, а однажды они на сайте открывают продажу этих слотов, ну, и, соответственно, кто успел, тот и получил. Ажиотов большой, да? Очень большой, российский сегмент, это самый активный сегмент на Босфоре, там на самом деле постоянно слышится ровная речь, на одну страну выделяется не более 450 слотов, то есть всего там порядка полутора тысяч, но на одну страну не больше, чем 450. В этом году российский слот закончился, российские слоты закончились через 13 минут после того, когда открылась регистрация, а все это делалось ночью, то есть это в ночь с 3 на 4 января, я вот помню, 5.30 утра, и я, соответственно, смог наконец этот слот получить. Шутят, что самое сложное на Босфории слот выиграть. То есть не сам заплыв, да? Не сам заплыв, но, в общем, наверное, да. Да, на это ты точно никак не можешь повлиять, потому что сайт периодически ложится, платеж не принимается, ну и в общем, вот в этом связана сложность покупки слот. Я пытаюсь представить, как это все происходит, то есть 2,5 тысячи человек выстраиваются, ну так в линию, там, по сигналу, все, а-а-а-а. Вот там узнаем. Расскажите нам, как это все происходит. Я знаю человека, который знает, как это все происходит. Так, так. Значит, технически реализовано следующим образом. Мы собираемся все на финише, и все 2500 человек садятся на два кораблика, ну, два парома это называется, на которые пускают только участников и, соответственно, только в шапочках, очках и плавках с купальниками. Больше ничего нельзя на эту пронести. Страна за бесплавок. Ну да. Вот. И, соответственно, и мы, эти два корабля, уходят на место старта, там пришвартоваться к берегу, к ним приделывается специальный понтон, с которым ты, собственно, прыгаешь в воду. А на понтоне расположены устройства по считыванию чипов, которые, собственно, и отмеряют, когда ты пересек старт и потом, когда ты пересек финиш, и по этому чипу определяется время. Поэтому технически, ну, поэтому, на самом деле, не так важно первому прыгнуть в воду, потому что все равно твое время пойдет только тогда, когда ты пересечешь вот эту специальную линию магнитную, и время, соответственно, пойдет, будет считать. Поэтому все довольно спокойно прыгают в воду, ну, наверное, минут сорок идет, вот весь старт. Здесь старт, да. Вот. И, соответственно, рыбный косяк устремляется к финишу. Забавно, что на старте не видно финиша, не только потому, что это далеко, но, плюс, там, поскольку... И сгиб. И сгиб, да. Он довольно непрямой, и, соответственно, не видно финиша, и это вселяет дополнительную такую адреналиновую, значит, пилюлю и неуверенность в себе, потому что, тебе надо прыгнуть в очень широкую реку, и, соответственно, ты еще не знаешь, где финиш. Что там за углом? Катера сопровождают вас? Вот, я тоже, конечно. Вертолеты там. Вертолетов не видел, но катера, да, огромное количество, и частый вопрос. Босфор перекрывается на время заплыва, это единственное время году, когда Босфор перекрывается. Вообще, это один из самых проливов с самым большим трафиком в мире. То есть, на два-три часа пролив перекрывается, и есть огромное количество лоток, которые стоят и вдоль берега, чтобы останавливать тех, кто вдруг решил на своей лодочке переплыть Босфор, и следует след за пловцами. Там, ну, безопасность на таком уровне, что ты не переживаешь относительно того, что вот, если что-то случится... Что-то случалось? У меня нет. А вообще вокруг? А вообще, да, то есть, в этом году, там, по погодным условиям, во вторую, через час, где-то полтора пошел дождь, и начался лидер, и, соответственно, а через два часа начался ливень, но большинство уже финиширует в тот момент, поэтому в этом году большое количество людей, которые не финишировали, да. Вот, с ним все в порядке. Ну, просто тяжелее, да? И подбирают, видимо, катяна, лодки, да. Да, то есть, там, с лодок специально, там, есть медики, спасатели, они следят за тем, в каком состоянии находится человек, и если он, например, его снесло течение дальше финиша, или он, ну, не способен постоянно двигаться, то его снимаются быстро. Давайте сделаем небольшую паузу, потом продолжим. Основатель Новосибирского отделения спортивной школы Аллах Суперспорт Егор Егошин у нас в студии, он переплыл Босфор, если что. Об этом мы и разговариваем, да. Расскажите, температура какая была воды и воздуха вокруг, в каких условиях плыли? Условия очень комфортные. Температура воздуха была где-то 30 градусов, то есть там прямо очень важно перед Босфором намазаться солнцезащитным кремом, потому что, находясь в воде, ты очень быстро загораешь, сгораешь, и, в общем, за два часа можно серьезно сгореть. А температура воды точно неизвестна мне, это не очень актуально для заплыва, поскольку она комфортная. Там где-то градуса 22-24. Но она очень нестабильная в том смысле, что в Босфоре есть огромное количество течений, они встречные, есть попутные, и чем больше течения, тем холоднее вода. Это есть такой признак того, что ты плывешь в течении, когда ты понимаешь, что температура воды сильно опустилась, холодно стало. И на самом деле умение ориентироваться как по объектам, которые находятся на берегу, так и в течениях, это очень важный фактор Босфора. Вот это намного сложнее, чем просто час-полтора-два плыть в воде. Это было самое трудное. Для меня это было не то, что трудно, это вот вселяло наибольшее волнение. Потому что то, что я могу проплыть эту дистанцию, как говорится, в бассейне, и никого со мной не был, я это делал. А здесь, соответственно, фактор будет неизвестности, потому что можно попасть во встречное течение. Течение очень сильное, против него никто не может выплыть, даже профессионалы, а я профессионалом не являюсь. И, соответственно, надо принимать решение, находясь в воде. В воде тяжелее ориентироваться, находясь в воде невозможно понять, встречное у тебя течение или попутное. Все, что ты находясь в воде, можешь чувствовать, это температура воды. И это, собственно, составляет и сложность, но, с другой стороны, и интерес. Потому что результаты эмосфора всегда непредсказуемы, несравнимы год от года, потому что течение бывает разное. И, ну, в общем, это такая лотерея в какой-то смысле. А что касается результата, тому, кто первый переплыл, что-то там налагается? Вообще, такие старты для любителей, это, это мало кто борется за тумбочку, как говорится. То есть, буквально из двух с половиной тысяч, наверное, человек тридцать реально претендует на что-то. Все остальные плывут для общения, для фана, для того, чтобы плавать научиться. Или для того, чтобы стать кросс-континентальным пловцом, потому что ты плывешь из Азии в Европу. Им дарят какие-то призы, но телефоны в этом году дарили одной фирме, которая постоянно это спонсирует. Ну, в общем, это не принципиальная цель, абсолютно. Главное участие. Да, да, да. Да, и мы еще платим за то, чтобы понимать участие. Это тоже частый вопрос. Да, 100 долларов, да, там этот цель стоит? Да, он стоит 100 долларов или 100 евро. И в этом выборе вот все турецкое отношение к организации мероприятия. Ты можешь заплатить 100 долларов, может 100 евро. Ни на что это не влияет, просто ты выбираешь валюту во время платежа. Дайте угадаю, что вы выбрали. На самом деле, я сначала выбрал 100 долларов, у меня не прошел платеж. Я думаю, окей, надо, значит, побольше заплатить. А, так вот они как делают. Попробую 100 евро. У меня тоже не получилось. Тоже не получилось. 100 рублей отправили, нет? Вернулся 100 долларов. Понятно. Егор, какие советы начинающим? Вот кто-то захочет тоже, послушал вас и решил тоже. Эх, я тоже. Совет начинающим я могу дать один, что нет людей, которые не способны плавать. А вот очень часто сталкиваемся с тем, что люди считают, что ну, это не мое, я не могу научиться плавать, я бревно, там, я не знаю, топор, все вот эти вот слова, которые когда-то человеку сказали. Любой человек в любом возрасте может научиться плавать. У нас пенсионеры учатся плавать и, в общем, юные и там 30-летние ребята. Это вы говорите о своей школе, да? Это я говорил о школе, но это в целом, это в целом возможно. То есть правильно, красиво научиться плавать кролем, чтобы не уставать, преодолевать практически любые дистанции, может любой человек. Это, на самом деле, главный совет. Надо просто найти тренера правильного, правильную методику, которая предполагает работу с любителями. Ну, а дальше вот просто ходить в бассейн регулярно. И это очень необычное новое ощущение, которое можно словить в взрослом возрасте, когда ты осваиваешь абсолютно новую для себя сферу, воду. То есть мы очень хорошо умеем с землей обращаться, с водой мы ничего не знаем. Мы не знаем, что находится в океанах на самом деле. Практически безучно. И ты можешь вот еще одну сферу себе в арсенал получить. А более подробно вы расскажете это на встрече, да? Сегодня в 7 вечера будет встреча у нас в офисе, не знаю, могу ли я говорить адрес? Да, пожалуйста. Улица Ленин, дом 12, это рядом с универсамом, офис 1001. Это все бесплатно. Я покажу фотографии, видео и сможете, в общем, сами узнать подробнее, как переплыть в Босфор, если кому-то это интересно и цель выбрать такую на следующий год. Спасибо, Егор, гордимся вами, но это еще не все. Какая-то нужна от вас история забавная напоследок. Я думал о том, что это может быть, придумал, что это будет тоже проспорт, но не про плавание. Ну, не про плавание. Ну, не про плавание. Там ничего такого забавного не случилось. Значит, когда я первый раз бежал полумарафон, это 21 километр, и это было в Вене, соответственно, там такой очень большой забег, больше 40 тысяч участников, одновременно кто-то бежит 21, кто-то бежит 42 километра, все бегут по одной дистанции. Ну, а, соответственно, марафонцы потом делают еще небольшой 20-ти километровый крюк. И я, подходя к финишу, не заметил, что марафонцам надо было повернуть направо по марафонцам налево и пошел по дистанции марафонской. В общем, и осознал это только, когда уже пару километров промежал и понял, что что-то не то. Финиша все нет. Поворот не туда. Оглянувшись, я понял, что вокруг меня люди, у которых номера марафонские. Ну, и, в общем, дальше было понятно, что пришлось остановиться, рассказать несколько слов на русском языке и побежать назад до развилки и финишировать все-таки с худшим временем, но все-таки на полумарафоне. Но забавная история не в этом. Через два года после этого наш тренер принимал участие в этом году, тоже в этом же забеге. Он знает эту историю. И с ним случилось ровно такое. Что-то они там все-таки... Наголдовали. Основатель Новосибирского отделения спортивной школы Love Supersport Егор Егошин у нас был в гостях. Спасибо большое за то, что нашли время. Новых целей и новых достижений. Спасибо. Желаем.